Почему ты не телеграфировал? Так поступают только ревнивые мужья в адвилях. Ты ведёшь себя странно, Клин, как будто мы развелись. Такое безумное время, а я одна. О, как у тебя посидели виски. Это не помолодела. Я не одета. Ну что, ты всё видел? Говорят, что после этого кровавого воскресенья обязательно будет восстание. Неужели это правда? Восстание неизбежно. Надо, чтоб люди испугались той вражды, которая назрела в них. Чтоб она обнажилась до конца и ужаснула. Боже мой, какие у тебя стали нервы. Ты говоришь так мстительно, как будто это я виновата, что будет революция. Да, Сомова вернулась из ссылки. Она вся в бреду, как, впрочем, и многие. Собирает деньги на вооружение рабочих. Представь, так и говорит. На вооружение. Хотят все покупать револьверы. Извини, я очень остал. Ну, вздремной часок, ты не возражаешь? Ну да, конечно. Да, ты знаешь, тут Суслов заходил. Он предложил тебе сделать два-три доклада о кровавом воскресенье. В пользу какого-то их комитета. Ты как? Я подумаю. Тогда, может, ты мне не откажешь? Будь так любезен. Сегодня вечером соберутся интереснейшие люди. Они жаждут тебя услышать. Клим. Хорошо. Это будет не доклад, а скорее рассказ. Умница. Я почти уверена, что я буду гордиться тобой весь вечер. Он привык считать людьми третьего сорта. И знал, что они наверняка окажутся заурядными болтунами. Но в нем вдруг вспыхнуло желание попугать их. Клим подумал, что он это сделает, пожалуй, даже с наслаждением. Продолжение следует...